Всем привет, с вами Тед. Сегодня, ребята, мы займемся интереснейшим исследованием. Я уже запасся кофе, и мы узнаем, когда все-таки нужно ставить третий Nexus за прот. Конечно же, вы можете сказать, что профессионалы и так все знают, и они ставят вот Nexus и вот в это-то, в это-то время, и это все работает, так почему бы просто не повторять? Очень просто. У профессионалов есть еще много разных проблем, которые происходят в игре, и в целом, когда они уже нашли какие-то тайминги, которые для них работают, они просто ставят Nexus по этим таймингам, но это не значит, что это максимально эффективно, потому что поиск эффективных решений обычно начинают в те моменты, когда возникают проблемы. Именно так, с приходом новых карт, протцы начали играть в кибернетку до NEC против Terran, то есть возникла проблема с Nexus до кибернетки, и они поменяли свое открытие. И еще, ребята, мы узнаем обязательно все-все-все про экономику StarCraft 2. Поэтому, смотрите внимательно, погнали! Все эти знания сегодня, которые вы можете получить, помогут вам придумать свой стиль игры, если вы это захотите, либо на основе их вы можете посмотреть, как я придумываю свой. То нам для начала нужно узнать, какая экономика у нас получается, с каких пробок. Базовые вещи, конечно же, я уже знаю, но мы сейчас их проверим и покажем. На каждой базе есть различные минеральные друзы. Есть дальние, есть ближние. Есть полупустые и есть полные. Полупустые отличаются вот таким видом. На половинных друзах 900 минерала, на полных 1800. Ближние и дальние. Просто посмотрите на расстояние. Видите, вот сколько расстояния от этой друзы до Nexus, и сколько от этой. Естественно, это расстояние, эта пробка идет с минералом туда и обратно. И чем меньше это расстояние, тем быстрее она будет добывать, что логично. А сколько она будет добывать? Ставим пробку на добычу. Мы понимаем, что через 30 секунд пробка добыла 35 минералов. Это и есть, в принципе, число. То есть за минуту у нас получается 70 минералов. Приносит пробка с ближней минеральной друзей. Проводим аналогичный опыт на дальние. И мы собрали 30 минералов. То есть теоретически это должно быть что-то типа 60. На самом деле 55-60. То есть если открыть вкладку доход, на сколько мы сейчас получаем, то мы видим число 55. Это такое усредненное значение, сколько игра сама считает, сколько сейчас мы добываем. То есть с дальней друзей, когда пробка добывает, это число примерно равняется 55. То есть как повезет, 55-60 минералов пробка доносит. А с ближнейшей получается 70-65. То есть в этих пределах. Отсюда мы получаем, что пробка себя окупает меньше, чем за минуту. При любом раскладе, где бы она ни добывала. Дальше, конечно же, нужно собрать данные, сколько просто нас приносит одна полная база, насыщенная рабами. Ну и это, в принципе, не тяжело посчитать. Если мы возьмем 4 дальних друзей, 4 ближних, все это поделим. Застаканные пробки. Что значит застаканные? Это значит, когда 2 пробки стоят на одной друзей и добывают вместе. Посмотрите внимательно. Она приезжает, это уезжает. И так они все работают. Это застаканные пробки. И доход, видим, у нас крутится в районе 900, 923 бывает до 1000 взлетает. То есть если там повезет, они быстро начнут бегать, немножко до 1000. Но в среднем, на самом деле, 900 одна база приносит минералы. А именно 16 рабов на этой базе. Какие у нас опции есть при постановке NEX? Конечно же, мы можем взять базовую логику, что нужно всегда строить рабочих. Но на самом деле, из-за стоимости юнитов протаса, перед постановкой третьей базы, обычно идет остановка производства рабочих небольшая. И вот что интересно. А будут ли дополнительные рабочие, если мы их не будем останавливать, приносить нам дополнительный доход? Сразу же небольшой спойлер. Это я уже проверял. И да, они будут приносить определенное. Сейчас мы все это перепроверим с цифрами. Но если что, видос должен быть в предложке. Если я не забуду его добавить, о том, где я тоже эту тему разбирал немножко. Но не так досконально. Итак, 17 рабочий. Стакаем его на минеральную линию. В тот момент, когда у нас было 925 минерала добыто. И проверяем, сколько он, собственно, добывает. Причем нехитрых вычислений мы получаем, что он добывает примерно 45 минералов друзей. И, естественно, не только он, а он просто эту друзу ставит на именно такую добычу. То есть до того, как он там появился, пробки приносили по 50-55 с нее. Начали приносить 45-50. То есть замедление идет на 10%. Но при этом он все равно окупает себя, считайте, за минуту. Поэтому он не приносит никакого ущерба для экономики. По этой же логике мы проверяем полностью застаканную минеральную линию. Посмотрите, у меня на каждой дальней друзей стоят по 3 рабочих. Потому что на ближнюю невозможно 3 рабочих застакать. И видим, что у нас на Next 20 рабочих, ребята. И видим доход 1063. То есть 4 рабочих вместо плюс 200 примерно минерала начали нам приносить только плюс 160-170. И значит их окупаемость немножко больше минуты. Но тем не менее вполне нормально. Еще один небольшой интересный тест. Конечно же, когда все застаканные рабочие, это хорошо. Но в реальности в игре вам нужно что-то микрить. Вас прогоняют с минеральной линии. Вы уводите пробок, возвращаете их. И вам уже не до того, чтобы их брать, ставить, чтобы они все добывали эффективно. И я решил проверить, а что же будет, если эту всю минеральную линию разбить? Сделать так, чтобы рабочие добывали неэффективно. Вот если внимательно посмотрите, они бегают хаотично. Не могут найти себе друзу. И в этот момент, когда они так начинают бегать, добыча замедляется. Она становится чуть выше 900, то есть почти так, как работала бы просто обычная минеральная линия. Здесь я немножко напрягся и подумал, хорошо, и что это бесполезно. То есть в реальности в игре мы не сможем так нормально добывать. Но нет, ребята, буквально за 30 секунд рабочие становятся все на свои места и добывают уже успешно и нормально. Так что в целом это нормальный стандартный тайминг. За 30 секунд минеральная линия сама себя стакает. И еще одна проверка. 24 рабочих на минеральной линии. В инкаме у нас уже висит что-то типа 1200 иногда спайкает. Но на самом деле это не 1200, это он где-то что-то там пересчитывает не так, скорее всего. То есть в реальности, мне кажется, он столько не добывает. Потому что видно, как 4 рабочих периодически катаются. Они явно что-то добывают. То есть где-то они подлавливают тайминг и ловят минерал чуть раньше, чем могли бы. Но на самом деле в процентах это еще хуже, чем, конечно, следующие 4 рабочих после 16. Еще для того, чтобы понять, стоит ли Nexus ставить позже, третий, если вот мы его очень поздно затянем. У нас возникнет проблема, что у нас кончатся вот эти вот дальние минералы, как раз таки, которых мало. Половинные минеральные друзы. Тут вопрос, стоит ли перестраивать тогда пробок на главный Nexus, к примеру. И имеет ли от этого какой-то профит мы имеем ли. Или проще как можно раньше занять четвертую. Когда у нас остается 4 минеральных друзей, рабочие очень эффективно по 3 штучечки, даже по 4 остаются на своих минералах. И никто никуда не ездит. Посмотрев их инкамы и даже проверив ровно, сколько они добывают за минуту, то есть посчитав выезд, то 16 рабочих добывают 600 минерала. А когда у нас остается 8, 525. Отсюда два вывода. Если вы будете перестраивать рабочих на первый Nexus и у вас минералы кончатся раньше, чем вы предполагаете, тогда общее количество финальное всех рабочих должно быть меньше на 8 штук. Потому что 8 рабочих, которые приносят 75 минерала за минуту, это бесполезно. В противном случае второй вывод ставьте раньше четвертый Nexus для этих рабочих. И только я хотел перейти уже к открытиям и к тому, когда же ставить третий Nexus, а именно к тестам всего этого, я решил еще кое-что проверить. Все-таки, если, к примеру, нам понадобилось взять и всех пробок убрать на другую базу во время игры, а потом их резко вернуть, будут ли они эффективно работать. И мы делаем три теста. Мы берем 16 пробок и ставим их на минерал и засекаем, сколько они за минуту добудут. Выглядит это так. Мы просто берем, нажимаем на минерал и все. То есть отпускаем руки, дальше пробки работают сами. Они сами себя застакуют, они сами будут добывать. То есть сколько именно за минуту. Смысл теста обусловлен тем, что если мы играем против сильного соперника, который нас постоянно харасит, то есть, возможно, мы раз в минуту будем срывать рабочих. И значит, что автозастакивание через 30 секунд не будет постоянно срабатывать. То есть есть ли смысл тогда перестраивать рабочих? После первой засечки 16 рабочих добыли 885 минерала. Меньше 900 как раз-таки потому, что они работали не сразу в полную силу, а им нужно было время распределиться. Следующий тест с 200 рабочими показал, что рабочие добыли 1000 минерала. Если мы отнимем разницу, получится разница в 125 минерала, что равняется. В среднем у нас рабочие добывают 50 минерала. Но если мы возьмем только 4 наших новых рабочих, то это будет каждый из них в среднем по 30 минерала приносит. Ну и последний тест 24 рабочих. Те же проводим манипуляции. В общей сложности за минуту они добывают 1085 минерала. При этом КПД среднее рабочего получается всего 45 минерала в минуту. И КПД новых рабочих всего 20 минералов в минуту. То есть отсюда можно смело сделать вывод, что вот эти лишние 4 рабочих именно в плане добычи не имеют никакого смысла. Давайте проверим же, когда ставить третий Nexus. Итак, третий Nexus. Для теста я решил играть в Nexus 3 кубернетки. И естественно от того, какая у вас экономика, на какой минуте, вы будете по-разному ставить третий Nexus. И один из вариантов не ставить газы на второй базе, а ставить третий Nexus на четвертой минуте. Почему я это не проверяю? Это хороший стиль, если вы понимаете, что делает ваш соперник. Если вы знаете, что ваш соперник играет по каким-то правилам. То есть когда вы играете на уровне Грандмастера на 6000 ММР, вы примерно понимаете, что если соперник открылся в такую-то стратегию, скорее всего он не придет вас убивать в 4.30, например. И вы себе позволяете поставить Nexus немножко раньше, рассчитывая, что его не заметят, не будут за него наказывать. И Nexus на четвертой минуте реально решает. То есть если вы можете его поставить на четвертой, либо чуть-чуть раньше, если не стопить рабочих, хотя бы строить немножко юнитов, обычно в 3.40, это такой самый ранний Nexus, который можно построить. Он завершает, конечно же. Это будет очень круто. Почему? Потому что Nexus строит рабочих. Вот это важно не забывать. Что Nexus не только дает место для того, чтобы добывать, а он еще и строит рабочих. Это важно. Но это исключительно халявная история, которую нужно понимать, как расставить и все такое. Поэтому мы ее отхидываем. Мы пытаемся найти идеальный тайминг для того, чтобы поставить Nexus. У нас в 4.25 плюс-минус, вот сейчас 4.23, полная экономика с двух баз. Точнее в Nexus до Кибернет. И, в принципе, это тайминг, когда у нас полная минеральная линия, для того, чтобы пойти и построить третий Nexus. То есть 4.30, третий Nexus, это такой золотой стандарт. То есть это и не поздно, и как бы и не рано. Это просто классический тайминг. И мы сейчас его тестируем. Мы ставим Nexus и, в принципе, продолжаем строить рабочих. То есть отдельно на каждую базу рабочих, здесь роботом. Так, симулируем какую-то деятельность. У нас есть юниты, чтобы защищать. Чем этот Nexus чреват, так сказать? Он, конечно же, строится. Если его придут прямо сейчас убивать, мы его отменим, и ничего страшного. Мы потеряли пилон, мы отменили Nexus. То есть, как бы, потери невелики. Но при этом, посмотрите, как растянут наш фронт защиты. То есть вот это вот наш фронт защиты. И здесь я, в принципе, по стандарту на Warpal юнитов, посмотрите, у нас 9 сталкеров. То есть пятая минута, 9 юнитов у Протаса, это стандарт. 9 юнитов на 3 Nexus. То есть, если соперник одновременно приходит нападать на 3 Nexus, и вы хотите защищаться, то вам нужно по 3 юнита на каждый Nexus. Вы сами понимаете, да, что это очень нереальная история, естественно, ПВТ. То есть, просто банально 3 сталкера ничего практически не отобьют. Заезжают 2 гелиона, заезжают 2 мины, заезжает медивак и 5 мариков. И любой из этих заездов, в принципе, разменяется с вами в огромный плюс. И если бы мы поставили этот Nexus позже, тогда нам бы не пришлось волноваться о том, чтобы сейчас защищать вот эту территорию. И мы, в принципе, можем взять и поставить сюда 4 юнита, и сюда 5, к примеру. И намного легче защищаться, потому что уже 5 сталкеров будут просто убивать гелионов там за выстрел, буквально, ну и так далее. В общем, все это будет намного проще. Кстати, именно по этой причине вы можете часто видеть, как протасы под подстановку 3 Nexus делают какую-то агрессию. Потому что, если вы не будете заставлять соперника сидеть дома, он вам просто все разнесет. Очень тяжело протасу защищаться именно на этой части игры. Так вот, поставили Nexus, сразу же продолжили строить рабочих. Строим, строим, строим. Сюда немножко перестраиваем, переводим их, ставим газы, наполняем все, кидаем по бусту в каждый Nexus. То есть мы, в принципе, играем в экономическую версию весьма. И смотрим, что у нас получилось. Смотрите, 6 минута 30 секунда, когда Nexus полностью наполнен. То есть у нас 66 рабочих. Это полное насыщение трех баз. И в этот момент у нас этот Nexus наполнился. 6 минут 30 секунд. Постановка в 4.30. Какие здесь есть небольшие косячки, которые я хотел бы поправить и еще раз перепроверить? Я начал строить рабов сразу же. Но опять же, по той причине, что у протаса нет юнитов на защиту, их бывает нужно доварпать. Это одна причина, куда мы тратим денежки, пока ставится третий Nexus. А второе, как раз таки нужно ставить технологии. Потому что в третий Nexus обычно выходится вот с такой историей. Три гейта, какая-то технология типа роба или старгейт. И там Twilight, например, или фаржа. Что-то такое. И сейчас мы должны уже подготовить свое производство к тому моменту, когда третий Nexus станет. То есть мы ставим, допустим, пару гейтов, роба бэй, фаржу, что-нибудь такое, еще дополнительное производство. Именно в этот момент мне хватает протасу ресурсов на постройку рабочих. И, соответственно, они останавливаются до пятой минуты, где-то до пяти-десяти. Так что будет, если мы в пять-десять продолжим строить рабочих, а не сразу же. Итак, чтобы тест был идеальный, восстанавливаем из повтора. И тут я вот просто останавливаю производство рабочих. Опять же, достраивай там робот для симуляции какой-то действенности. Еще один товар, чтобы было девять сталкеров. И вот, в принципе, в этот момент, как вы видите, у меня наконец появляются какие-то ресурсы, которые я могу начать тратить на рабочих. И начинаем, собственно, их строить. Что мы имеем? Имеем Nexus и семь рабочих. Что интересно, в прошлый раз я еще засек, сколько же рабочих умудрился построить наш третий Nexus. Это очень интересно. Всего четыре рабочих. То есть, если вы не останавливаете производство рабочих, ставите Nexus 4.30, то к моменту того, как он построился, вам нужно с него построить только четыре рабочих. Это очень мало. И вы можете, естественно, их построить, по идее, зараньше с двух Nexus. Поэтому нужно подумать, насколько позже его ставить. То есть, в целом, в классическом варианте, если, опять же, пробустить Nexus, мы получаем экономику, ну, не в 6.30, а вот в 6.40, 6.45 уже полная экономика у нас появляется. То есть, на 15 секунд позже. Поэтому, в принципе, вот эта вот непостройка рабочих в течение 30 секунд сильно не влияет на конечное насыщение третьего Nexus. Но на мгновенную добычу из него, конечно же, влияет. Потому что в прошлой ситуации мы сразу же с него начали добывать 16 рабочих. Так что, в целом, можно вроде бы и сказать, да, что 4.30 уже оптимальный тайминг, и зачем что-то еще выдумывать. Но, как я говорил, если нас будут заставлять защищаться, есть ли какие-то опции поставить его позже и эффективно защищать две базы. И тут ради теста делаем вот такой вот эксперимент. При любом раскладе, когда мы ставим Nexus, у нас пробки не добывают, потому что мы их там либо не строим чуть-чуть, либо у нас все равно у Nexus нету. Так почему бы не распределить ролепоинты и продолжить строить пробок до того, как мы поставим Nexus? А Nexus поставить так, чтобы он достроился в 6.30, то есть к предполагаемой точке максимального насыщения экономики. Чем я, собственно, здесь и занялся? Посмотрите, я наполняю наши Nexus. То есть вот у нас полная экономика есть, я поменял ралли-поинты и пошли строиться пробки дальше. В это время мы спокойно ставим пилоны, чтобы видеть все залеты, все дропы, ставим технологию. То есть продолжаем развиваться намного раньше, чем мы это делали, когда мы ставили Nexus раньше. Мы уже выходим в какие-то технологии. И Nexus я иду ставить только в 5.20. Что это за тайминг в 5.20? Это тайминг как раз-таки того, чтобы Nexus достроился в 6.30. То есть, смотрите, почти на минуту позже я поставил Nexus. И все это время мы строим рабочих. Вот это вот очень интересно. То есть вот мы строим рабочих с одного буста. У нас настраиваются по 24 пробки на каждый Nexus. И так как мы вначале провели исследование, мы знаем, что они сейчас в принципе добывают. То есть они увеличивают наш инкам. И мы видим наш доход на данный момент 2200. И мы видим доход на данный момент 2400. На третий Nexus приходим чуть-чуть заранее поставить газы. И видим, что в 6.30 он полностью наполнен. То есть у нас в 6.30 есть 66 рабочих. И мы можем их сразу же закинуть, получается, остатки наших рабочих лишних, на то, чтобы они добывали на третьем Nexus. То есть получается, поставив Nexus на минуту позже, мы в принципе получаем ту же самую экономику. И при этом все это время мы защищаем две базы достаточно эффективно. Потому что у нас меньше площадь, которую нужно оборонять. И при этом мы получаем какой-то даже доход. Потому что мы перестраиваем рабочих заранее. Но что еще интересно? То, что на данный момент мы не строим рабочих. И мы их уже давно не строим. А в какой же момент у нас появилось 66 рабочих с такого расклада? Проверяем и видим, что 66 рабочих у нас в 6.10 уже. То есть если мы не останавливаем производство рабочих с двух Nexus, мы получаем 66 рабочих раньше, чем если бы мы ставили третий и сразу же продолжали бы рабочих. Поэтому давайте проверим еще одну теорию. Мы ставим Nexus еще раньше, в 5.05, либо даже в 5.00, то есть на 15-20 секунд раньше. Мы это себе вполне можем позволить при продолжительном и безостановочном производстве рабочих. Главное не прогадать с газами и поставить их в 5.55. И что мы видим, ребята? 6.15 и у нас полная третья база. В 6.15 при постановке Nexus таким образом, без остановки рабочих, в 6.15 мы получаем полную экономику. При этом достаточно безопасно установив этот Nexus. Что самое интересное, если вы хорошо можете проводить аналогии, и сразу же, когда мы начали обсуждать, сколько какая пробка добывает, и при каком количестве сколько мы теряем, то вы бы уже догадались. Но посмотрите внимательно. Это супер круто. При постановке третьей базы, наш инкам становится 2.600. А помните, буквально секунду назад, мы добывали 2.300 сидя на двух базах. То есть, естественно, в Legacy of the World делать это бесконечно невозможно, потому что у первой базы начнут заканчиваться половинчатые минералы. Но мы с вами только что, ребята, совершили прорыв и нашли идеальное, идеальное просто место во времени для того, чтобы поставить этот Nexus. Ребята, Nexus ставится в 5.05. И в 5.55 мы ставим газы. Обязательно используйте это в своих играх и получив такую экономику, вы сможете легко одерживать победы над своими соперниками. А с вами был Тед. Пока.